Здравствуйте! Вы смотрите Первый городской в эфире службы новостей город. В студии Максим Акимов смотрите ближайшие минуты. Я прививки не боюсь. Врачи ответили на вопросы обеспокоенных родителей. Дисциплина бьет по карману чиновников. Министров будут штрафовать за опоздание. Как наложить жгут и спастись от укуса гадюки? Совсем не кулинарное испытание на кулинарном поединке. Почти месяц прошел с момента захвата сомалийскими пиратами судно Белога Навигейшн. Напомним, на борту были два россиянина, один из которых житель Балтийска Дмитрий Гудков. До сих пор о его судьбе ничего не известно. А представители крюинговой компании отказываются общаться с прессой. Ссылаются на то, что это может повредить морякам. На сайте Балтийской территориальной организации Российского профессионального союза моряков появился материал под заголовком «Мы их знаем такими». Речь идет о судьбе экипажа «Белога Навигейшн». Напомним, 22 января судно было захвачено сомалийскими пиратами. Погиб боцман Фаралитова Олега. О судьбе нашего земляка, бортмеханика Дмитрия Гудкова, до сих пор ничего не известно. Мы попытались получить комментарии в крюинговой компании «Марлоу Номинейшн». Она занимается трудоустройством моряков. Общаться с прессой ее представители упорно не хотят. «Мне необходима информация о любых моряках, которые трудоустроены нашей компанией, Министерстве и миграционной службы, Министерстве иностранных дел и у родственников, членов, экипажа любого суда. Что еще? Губернатор нам позвонит и получит информацию. С ним встречались и все, что ему нужно, сказали. И пытайтесь передергивать. 1 марта ожидается. В правительстве области нам сообщили, что вся информация об экипаже судна «Белуга Навигейшн» сейчас засекречена. И сделано это в целях безопасности моряков. Филиппины, которые уже потеряли своего боцмана, призвали международное сообщество объединить свои усилия в борьбе с пиратством в Сомалийских водах. Сайт Балтийской территориальной организации Российского профессионального союза моряков поместил фотографию старшего механика Владимира Исайкина. Он считается пропавшим без вести. Цитируем. Может, это хоть как-то подвигнет здравые головы на принятие решений, связанных со спасением моряков. Спасатели МЧС эвакуировали людей с улицы Вагоностроительная. В четверг вечером в одном из пятиэтажных домов загорелась крыша. Пожарные приехали сразу и эвакуировали 20 человек. Причины сейчас устанавливаются. Кстати, это не единственный случай. За сутки пожарные семь раз выезжали на тушение огня. Пенсионерка кое-как успела взять паспорт и выбежать на улицу. Над ее квартирой полыхала крыша. После пожара Александра Гордеева с трудом может говорить, как и остальные соседи. Многие в это время укладывали маленьких детей. Грохот. В дверь застучали громко. Дверь открыли, там уже пожарные бежали со всей этой. Амуницией своей наверх. Но ни запаха, ничего такого не было. Мы быстро оделись, вышли. Целый час жильцы смотрели, как полыхает их дом. И молились, чтобы до квартир огонь не добрался. Очень испугалась. Я вчера пришла уже, для себя такой список составила, что хватать. Потому что первый раз была в такой ситуации. Вообще растерялась. Кроме него ничего не взяла. Ни документы, ни деньги. Ничего. Как вышли, вышли. Крыша в этом доме оказалась деревянная. Сейчас сгоревшие балки меняют на новые, а крышу укрепляют. Жильцы утверждают, что это первое происшествие за последние 20 лет. Сейчас по этому случаю идет проверка, кто мог находиться в тот момент на крыше и умышленный ли это пожар. Татьяна Коблова, Денис Сириуха, Служба новостей, город. В пятницу в поликлинике номер 6 провели горячую линию по вопросу вакцинации детей. Как оказалось, эта тема сейчас волнует многих родителей. А самое главное, волнует, какие последствия могут возникнуть от обычной прививки. Все подробности смотрите далее. В последнее время все больше калининградских родителей задаются вопросом, а стоит ли прививать своих детей. Его актуальность раскрыла горячая линия. За два часа на медиков обрушился шквал звонков. Увеличилось количество родителей, которые принимают решение для своих детей отказаться от профилактических прививок. И, к сожалению, если количество таких родителей будет увеличиваться, то риск развития инфекционных заболеваемостей управляемых может, так сказать, опять возникнуть подъем какой-то. В поликлинике обслуживается более 14 тысяч детей. 18 родителей отказались прививать своих чат и закрепили это личным письменным заявлением. Те прививки, которые уже опробованы по несколько лет, которые нам еще делали, к ним положительно. А вот как сейчас от гриппа еще под вопросом. Столько же получается исследований, которые делали, очень много, что дети перебаливают по нескольку раз. То не ту прививку сделают, то не от того гриппа. Вот, от гриппа мы относимся настороженно. В первое время у нее нормальная была реакция. Просто последняя, когда делали, гриппа у нее температура была высокая. Плохо ела, спала плохо. У каждого ребенка индивидуальная реакция на вакцину. У некоторых температура поднимается до 39 градусов. Держаться она может 2-3 дня. Некоторым прививки противопоказаны. Делается медицинский отвод от живых вакцинальных препаратов. И, собственно, в поликлинике организована работа таким образом, что каждый ребенок рассматривается перед выходом на прививку индивидуально. Решается вопрос о принятии решения для вакцинации индивидуально для каждого ребенка. Прививки ребенку делают с первого дня жизни. Про последующие вакцины должен рассказать лечащий врач. Когда их нужно делать и каких последствий можно ожидать. Но решение как было, так и остается за родителями. Ольга Романова, Денис Череуха, Служба новостей «Город». За подчиненного ответишь. Министров регионального правительства будут наказывать за опоздание их замов. Как оказалось, чаще всего на этом попадаются сотрудники Министерства финансов. На счету их ведомства 46 опозданий. Следом за ними идут Министерство муниципального развития и Министерство инфраструктуры. Нарушители трудовой дисциплины будут наказывать. Правда, штрафовать не лично их, а руководители ведомств. Постановление об этом уже находится на подписи у губернатора. Николай Цуканов также недоволен тем, что некоторые ведомства не своевременно исполняют его поручения. Это служба по регулированию цены тарифов, Агентство по делам молодежи и Министерство муниципального развития. Торт без муки и диетические пирожные. Такие необычные блюда в пятницу дегустировали в Центре экологии. Здесь собрались участники ежегодного конкурса за здоровый образ жизни. Ребята съехали со всей области. Чтобы покорить жюри, им пришлось всю ночь простоять у плиты, а еще проштудировать медицинский справочник. Что за испытания им предстояли, выясняла наш корреспондент Екатерина Сафонова. Здесь больше 50 самых разных блюд. Всю ночь юные кулинары не спали, чтобы представить эти произведения на суд жюри. По условиям конкурса готовить нужно было только из полезных продуктов. И чтобы каждый шедевр непременно радовал глаз. Анна Коваль в таком конкурсе участвует в первый раз. А вот ее фирменный фруктовый торт в очереди на дегустацию оказался последним. Пришлось долго ждать. Все это время девушка репетировала, как будет презентовать свое блюдо перед членами жюри. Тут очень много ягод различных. Есть творог, в котором содержится кальций. Кальций укрепляет ногти, кости. И изюм, в котором содержится калий. Калий помогает сердечно-сосудистой системе. Ученики состязались не только в кулинарных способностях. К примеру, на этой станции можно было продемонстрировать свой исключительный нюх. Дается пробирочка, вот такие, в которых есть различные виды пряностей. И дети определяют по виду, по запаху, что находится в пробирке. И заполняют вот такие вот карточки. Она первая красавица своего лицея и финалистка конкурса красоты Мисс Гуревск. Но на этом этапе Анастасия Константинова немного растерялась. А из пяти ингредиентов смогла определить только три. Патьмень, корица, пакет. Я там два немного запуталась. Среди испытаний были совсем уж не кулинарные, а скорее медицинские. Как правильно наложить жгут или спастись от укуса гадюки? В свои 14 лет эти ребята даже умеют остановить кровотечение. Если будет посинение руки, если будет, то нужно будет через каждые 20-30 минут снимать жгут. То есть оставлять на 20-30 минут, чтобы посинение прошло и опять так же туго завязать. Пока участники выясняли, из кого в будущем получится доктор, жюри закончила с дегустацией. После этого к ней приступили все желающие. И уже через 10 минут от кулинарных шедевров не осталось ни крошки. Видимо, зрители проголодались. Екатерина Сафонова, Дмитрий Суворов, служба новостей, город. Сейчас мы прервемся на рекламу. Сразу после нее смотрите во второй части нашего выпуска. На что жалуетесь? Николай Цуканов провел прием по личным вопросам. Очередная двойка за уборку снега, что помешало коммунальщикам на этот раз. Картина со сливками и под классику. Новая выставка в русско-немецком доме с 3D-эффектом. Вы смотрите службу новостей, город. Мы продолжаем. Обманутые дольщики, инвалиды и пострадавшие от управляющей компании. Для всех последняя инстанция одна. Личный прием губернатора. В четверг попасть на него смогли сразу 18 калининградцев. На что жаловались люди и кто займется решением наболевших проблем? Об этом смотрите в нашем следующем сюжете. У Владимира Никерина последняя надежда осталась на губернатора. Мужчина живет в вагончике, в котором нет ни света, ни воды и даже туалета. Поселил его туда работодатель. Другого жилья Никерину предложить не смогли. Так получилось, что я жил уже на беспропейске. А потом, когда развелся, жить было негде. Сначала сама комнату, потом, когда было плохо с работой, с деньгами, меня как ветерана труда поселили в вагончик. Может быть, и жил бы мужчина дальше в своем вагончике, но он стал ржаветь и гнить. За 12 лет он привык ходить за водой в соседние здания. Чтобы решить проблему, Никерин набивал пороги чиновников безрезультатно. Вопрос решился за считанные минуты. Мы ему предложили предоставить квартиру в доме ветеранов. Он, конечно, с радостью согласился, потому что дом ветеранов и хорошие условия. Кстати, мы поехали ему тут же, показали эти условия. И уже в течение, наверное, месяца-двух он сможет туда заехать и жить как нормальный человек. За день глава региона принял 18 человек. И у каждого свой вопрос, который не смогли услышать и решить в муниципалитете. 90% обращений губернатор разрешил в день приема. Вопрос обманутых дольщиков будут решать на федеральном уровне. Ольга Романова, Михаил Илькевич, Юлия Заскевич. Служба новостей город. И в продолжение темы мы решили спросить у калининградцев, какие проблемы наболели у них и каких действий они ждут от губернатора. Да, по пенсии хотелось бы, чтобы побольше добавили веки. Когда у нас понизится квартплата, вот это главное. Когда у нас будет чистота в городе, убираться будет. Вот это. Когда наведут порядок в поликлиниках. По поводу детских садов, может быть, не хватает мест, очередь. Подойдет, наверное, когда в армию ребенок пойдет. Когда построят футбольные площадки, вот такие вот, как называют, чтобы в футбол детям можно было играть летом. Когда в городе будет больше зелени и цветов. Вот чтобы автобус четвертый ходил по-человечески. Улица у нас, конечно, нечищенная. Ямы, колдобины, скользим, падаем. Но мы же привыкли, мы же так привыкли жить в России. Поэтому, видите как, я даже не претендую ни на что. Все равно ничего не изменится. Коммунальщики снова не справились со снегом. А в поселке Большое Матросово сейчас ликвидируют последствия прорыва дамбы. Об этом не только. Смотрите в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». После прорыва дамбы в поселке Большое Матросово всю неделю шли работы по укреплению насыпи. Помощь местным жителям оказывают сотрудники МЧС. Ранее прорыв дамбы произошел в поселке Ушакова Гуревского района. Спасатели продолжают вести работы по укреплению в Матросово. Губернатор вновь напомнил коммунальщикам о работе. Сославшись на жалобы, которые приходят от жителей города в Твиттере, Николай Цуканов пристыдил городские службы. Цитата. Снег шел всю ночь, мы знали об этом, но техника на уборку выходит только утром. И не ранним утром. Необходимо взбодрить все службы. Прямой авиаперелет до Таиланда организован для калининградских туристов. Эта услуга появится с 28 февраля. Ранее попасть на один из популярных курортов мира можно было лишь через Москву. Новый чартерный рейс Калининград-Бангкок-Калининград. Дозаправка в Пакистане. Детская поликлиника откроется в здании бывшей медсанчасти номер один. В здании почти закончен ремонт. Рабочие приводят в порядок систему отопления и вентиляции. Для поликлиники уже закуплено новое оборудование. В субботу все жительницы Калининграда могут пройти бесплатное обследование организма. В рамках акции «Женское сердце» можно будет узнать вес своего тела, проверить психоэмоциональное состояние, выяснить качественный уровень жизни и другое. По результатам специалисты дадут персональную оценку состояния здоровья каждой посетительницы. Акция пройдет 19 февраля с 10 до 16.00 в главном корпусе РГУ имени Канта. Розовый цвет любви, желтый символизирует богатство, а синий – свободу. Язык красок нашел свое отражение в древних мифах, народных преданиях и сказках. В Калининграде ему посвятили две новые экспозиции. Они открылись в русско-немецком доме. Работы двух мастеров Елены и Светланы Аванесовых сопровождают музыка и аромат клубники со сливками. Такой 3D-эффект должен погрузить зрителя в море эмоций. На выставке побывала и наша съемочная группа. Он такой вот сливочный, там вот клубника внутри, там еще немножко ванили. То есть мы просто подбирали запахи так, чтобы создать некую атмосферу. Здесь зритель ощутит аромат вишневой косточки, а в этой части зала воздух словно пропитан клубникой со сливками. Вот такой букет запахов для полноты ощущений. А завершит эту цветочную композицию музыка. Автор написал ее специально для этих работ. Елена не любит цвет темно-коричневый, а если впадает в депрессию, все оранжевое ей не на глаза. А вот ее сестре Светлане этот оттенок наоборот нравится, а еще небесно-голубой, как небо в марте. Мне подарили очень красивые розы, и у них был такой очень нежный, холодно-розовый цвет. Вот. И стояла рядом вот эта ваза. Я просто натянула шелкой, я сидела от них, думаю, что же, что же, что же. И вот этот момент просто начинает опадать роза. Ну это так красиво. Под впечатлением от той красоты на свет появился сон лепестка. Так называется эта работа, выполненная в технике батика. В аннотации к ней автор написала, даже маленький лепесток во сне может превратиться в фею с голубыми глазами. У зрителей, кстати, могут родиться свои ассоциации. Люди, увидев вот эти работы, могут просто задуматься над тем, что в их душе происходит. Какие чувства, какие эмоции, свойства, почему они такого цвета, почему они в таком сочетании. А эта работа называется «Апельсиновый оптимизм». Она о чувствах человека, который верит в свои силы и что завтра будет лучше, чем вчера. Эффект от увиденного усиливается от сочетания желтого и голубого. Первый – это цвет радости и богатства, другой символизирует свободу. Кстати, умение понимать язык красок – это возможность лучше понять и самого себя. Авторы выставки в этом уверены и предлагают зрителю с головой погрузиться в свои эмоции и чувства. Мария Постникова, Юрий Бородихин. Служба новостей «Город». Побывать в Италии, сходить, например, у спектакля или вспомнить день свои свадьбы. В преддверии выходных калининградцам не придется скучать. Куда отправиться за новыми впечатлениями, смотрите в последнем материале выпуска новостей. Активно начать свои выходные взрослым и детям поможет только спорт. В субботу и воскресенье во дворце спорта «Интарный» пройдет детский турнир по футболу среди школьников. Начало в 10.00, вход свободный. В это же время можно будет болеть и за старших игроков. В поединке по мини-футболу сойдутся любительские команды. А тем, кому по душе отдых более спокойный, можно отправиться на фотовыставку «Чао Италия» в историко-художественный музей. Ее автор, калининградский фотограф Валерий Сомкин, побывал в южной стране и вернулся оттуда с массой впечатлений. Еще одна фотоэкспозиция открылась в художественной галерее. Свои работы на ней представили 15 самых известных в Калининграде свадебных фотографов. Здесь самые пышные и яркие свадебные церемонии и незабываемые моменты самого важного в жизни события. Есть о чем вспомнить? Всех театралов в эту субботу ждет премьера спектакля «Предложение» по мотивам произведений Антона Чехова. Хотя по жанру это шутка, но на сцене Калининградской областной филармонии разыграются совсем не шуточные страсти. Актеры покажут не только профессиональную игру, но и замечательный вокал и зажигательные танцы. Начало спектакля в 12.00. А вот от длительных прогулок на свежем воздухе в субботу и воскресенье лучше отказаться. Синоптики обещают минус 10 градусов и облачно. Приятных вам выходных! Это все новости на сегодня. Если вы стали свидетелем какого-либо уникального события, звоните нам по телефону 919404. Всего вам доброго и до свидания! Субтитры подогнал «Симон»!